В столице Заполярье возобновилось строительство Арктического собора. С ходом работы ознакомился губернатор Неницкого округа Александр Цибульский. О том, на каком этапе строительства в настоящее время находится этот объект и когда мы сможем увидеть конечный результат, в материале моей коллеги Натальи Кисляковой. Напомню, строительство Арктического собора в Наринмаре началось еще в 2014 году. Тогда, после выполнения части работ, объект был законсервирован. Сейчас к работам приступила группа строительной компании «Скайлидер». На сегодня завезено 400 тонн кирпича. Мобилизованы сейчас 15 человек бригады каменщиков. Кирпич сейчас из порта заводится на площадку, часть уже поднята на леса. Плюс за вчерашний день мы завезли щебень, это на основании фундамента под галерею. Уже начали делать, вот здесь видно. И со среды ориентировочно мы начинаем обкладочную. А 400 тонн кирпича здесь мы не очень понимаем? Это достаточно для того, чтобы все уже закрыть? Нет. На самом деле кирпич, он закуплен полностью. Сегодня выходит еще одна баржа, сюда еще 300 тонн. И планируем раз в неделю по барже сюда присылать. Общий объем кладки порядка 2000 кубов. На первом этапе, по словам руководителя строительной компании, необходимо перекрыть пол второго этажа, чтобы туда не попадала влага, разрушающая сила которой сказывается на свойствах кирпича. Далее строители переступят к кирпичной кладке. Два дня назад Святейший благословил нам собраться архиереем северным на Соловки. Я очень надеюсь, что с Божьей помощью вот это вот начало трудов будет предметом моего доклада патриарху. И что его молитвы не в суе совершали здесь, что это очень важное дело для нашего заполярного края, для наших людей, северян, для всей России. В составе помещения Арктического собора, конференц-зал, хранилище древностей, два малых демонстрационных зала, резница, музей Арктики, канцелярия, холст с церковной лавкой, а также, собственно, главная часть собора, алтарь и многоярусный иконостас по всей высоте здания. Для координации хода строительных работ Александр Цибульский предложил создать попечительский совет. Перед тем, как приступить к строительным работам, епископ Наринмарский и Мизинский Иаков совершил молебен. Добавлю, Арктический собор планируется к сдаче в конце 2021 года. Наталья Кислякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».